приехали это шаговск город 50 тысяч примерно вчера были мы высшими потому 60 тысяч и сегодня наши ребята вот здесь спали покажи где тут удобно очень ну и наверху я понял так что и вижу стоят книги вот смотрите как называется православная энциклопедия так ведь и большого формата ну сколько она здесь примерно 35 сантиметров сколько мне страниц откройте-ка они все одинаково по размеру так издание чё на посмотри плотной макки это патриархаты разные устраивать чтобы люди могли прочитать не просто водить в каком год издание по благословению теперь посмотрим обратную страницу тут еще интересное издание вот вверху посмотри считай том такой-то евангелическая церковь то есть кто такой евангелическая церковь это не православная но потрудились здесь количество экземпляров террор какой террор что-то указы 10 тысяч кажется было 38 вот это 38 или 39 прекрасно в этом заложенном миллиона рублей издание это не просто так участвовали здесь русские миллиардеры не русские еврейские это не знак а это их знак не надо а кто это все кто участвовал что ли это их знак что ли вот это знак что ли я на это никогда не смотрю вот участвовали депозду пожертвовали благо дело какие там деньги что это неплохо это не строительство церкви и сколько томов 36 кажется это двадцать седьмой наверно 36 вот вы прочитали хотя не то мы рядом я нет нет положите все батюшка прощал батюшка прочитал один том не один он по моему верхнюю полку всю а вот эти я не знаю все до выбора что пролистал не считал читал он читал так вы говорите считал а я говорю не считал эти два мнения где-то это невозможно считать только потому сколько я считал хватило бы на десять университетов и книги эти мертвые здесь описывается о том как умирать может быть нет никаких может быть это определенно я вам сказал вы для себя просто отодержите по этим книгам ни одна душа не воскреснет во христе нет это не евангельский дух по этой данью не не по одной по всем месте там вместе взятым это говорится как где-то было как видят они через тысячелетия как видят разные ловсайки доказать что так было ни один человек в мире этого не докажет при том вариации описания этого различные и даже не знает какое количество вот чем суть дела понимаете у нас не сходство батюшкой вот вы еще раз заметили вещи мы долго сидели на лавочке ну что хорошее здесь у батюшки лавочка 25 метров длина лавка ездя прихожарам сидеть но главное что нас разделяет батюшкой это отношение к человеку да все хорошо у батюшки еще пока ну не так ну в общем то да хорошо ну духовная развалина трудиться можно это все разговаривает это дым это просто демагогия самое настоящее где трудиться как 20 лет бог дал мирного времени такой свободы в россии и ничего не сделано храмы 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 а иеремий говорит вы говорите храм господин храм господин храм господин эти слова были от камня на камень господь вернят это все будет разрушено что бога не знает тот пишет статью и заголовок патриарх говорит нам необходимо реставрировать человека алексей реставрировать слова какие да где ты будешь кого реставрировать когда слово божье будет мертв человек сын мой был мертв я жил у свиного корыта живут все ни два не три я говорю все и они будут реставрировать они реставрировать софрино это это все синим пламени будет гореть ни одной чистой священник выпустили за все время ты заметил священник выходит и сзади у него здесь должен быть крест креста нету неизвестно что нарисовано святи флюшками никакого креста нету там креста того четырехграммы вот нарисованы как хоть бы карандаш нарисую больше ничего нет но нет креста и все эти вилюшки на храме везде это все зависит это все маскарад простой изобразить крест даже не могут это редко редко где крест по-настоящему изображен для чего кому чтобы люди не познали христа даже крест крестов не познали я в это дело вник до самого основания и увидел что все мертво и чтобы понять это нужно было взять в руки библию святая библия говорит выйди на поле посмотри вот поле полной мертвых костей это православие это вселенская церковь сегодня и для церкви господа другого наимания не было как прелюбодейца еврейская ягод тебе дал все а ты куда это истратила на всякие изображения рослых и дальше говорить ты блудила со всеми ими на иконах на мощах все сегодня утонуло там миротащение тысячи бочками и лейк таскают по всему миру что лучше стали да никто и не думал непрерывная канонизация какая канонизация когда бог сказал не судите никак прежней времени до кони не придет господь не ответит сокрытой во мраке католики канонизируют допустим концевище самого ярого гонителя христиан на совести которого тысячи убиты в канон сегодня канонизируют саллина храмов продают его иконы большего людоеда в мире не было не крутите головой это так в латвии только что канонизировали адольфа гитлера а вы кого хотели осталось канонизировать только сатану и антихриста доигрались а как да никак оставьте не судите никак не судите сегодня понимает только так не трожьте батюшек архиереев они не посудны как цикапартии как старобрядцы вот смысл какой закладывать он судит священник всех собирается там дедушки в этих клубочках и они решают это это хороший человек священников он не трогал ее в рай надо матрону и вдруг находят записи которые писали очевидцы что она священника будет здоров трогала так каноническая комиссия решает теперь вычеркнуть это как можно вычеркнуть когда ты из ее жизни вычеркнули этого нет то есть они стилизуются под то что священники архиереи это звезды как эстрады они вам укажут путь какой путь они укажут когда совсем недавно данные публикованы были все сто процентов ставленники архиереи ставленники кгб совет министров ставили выбирали из них какого числа кто когда говорил все опубликовано сегодня какие клички кгбовские были как у патриарха алексея второго дроздов у этого михайлов и когда трудились а какая задача этой церкви развозить заразу коммунизм по всему миру все цель закончилась и ему не нужно что богу приходить каждую проповедь надо было по полномочиям унести а у полномочия то самый ярый из всех ярых коммунистов атеистов и он теперь смотрел это не надо тут ахристе это убрать главное чтобы ни одна душа не обратилась воин астинецкий канонизирован он не мог визитку издать даже не разрешали ему визитку где написано было лауреат сталинской премии второй степени ну врач воин астинецкий ему не разрешали лауреат сталинской премии загной на хирургию это единственный был архиерей за все годы советской власти который мог что-то сказать но ему не разрешалось и в этой дикой жуткой несвободе мы пытаемся найти проблески света были люди я не сгнили в архипелаге их нет еще будто вы запутили полностью ничего не поняли опять подходит к этому же и сегодня на пути у христиан мешают вот эти энциклопедии это все вот во тьму вот люди приходят всех начиная с первого до последнего скажите да светится имя твое вы считаете очень наш да светится имя твое какое имя даже вопрос не ставит на светится имя твое на как реката им에는 не ну скажите сначала а к иисуса христа как а господь говорил он вurs и разъедно говорил учился на бизнесацию говорить иисус христос 4 на loses в 23 энспрinge и наше ночедшее на És.?намо на салой душа засветится имя твое иначе сказал досветится имя моё досветиться имя твоя с большой буквы отца небес на а где имя это самvetous почему народ кто-то не знает, его не знает. Это его уже нам передали, как Феофан за творогой говорит. Это неверное произношение. А мы его взяли. Яхва. Или Яхва. Ты сегодня скажи Яхва. Вообще никто не понимает, о чем вы речь ведете-то. И это абсолютно во всем. Ну, людям хотя бы однажды скажите, что евреи никакого Иисуса не знают. Они знают Ешва. Даже это они знают. Почему? Ну, не могу я переделать. Мать его звала Ешва, кричала. И они такое ведут. Люди подходящие говорили, Ешва, мне нужно вот столб сделать. А почему тогда Иисус сказать смешно будет? Мы получили от греков. А у греков, а у фаэти шеи нету звука. И они у них не существует. Ярушалам это Иерусалим. Но мы приняли для меня молитв Иисус Христос. Но людям хотя бы однажды сказать надо, что нам привезли веру в греки настолько искаженную, что мы даже не можем с Писанием сравнить. Первое, что евреи сделали здесь у нас и дальше начинает говорить. Да какие евреи, когда мы сами все это делаем. Приехали монахи, я думаю, они приехали с лопатами. Совковым и штыковыми пошли копать горы киевские. А теперь Антония, Феодосия, основатели монашек. Это не сокрыто, все здесь написано. Да Господь разве это нам заповедал? Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, не лопаты. А дальше мощи, резать, иконы. Да все это на своем месте, если знают Христа. Люди Христа не знают. Как Петр Мещинер говорит, самый настоящий белый магизм, лубышное христианство. И людям это надо бы на все сказать. Так они перестанут в церковь ходить. Пусть перестанут, а зачем ходить? Им делать нечего в церкви. Они не знали, не будут знать. Но кто-то обратится, обратится. И обратится, и будет веровать, как должно. Людям нужен сегодня Христос. А им, вот у вас икона, там что-то на ней изобразилось, неизвестным образом. Тут ажиотаж. Куда эту икону деть? Батюшке передайте. Не надо шаманством заниматься. Убрать эту икону. Не обольщайте народ. Ничего на стекле там нету. Какое-то изображение увидели. Зачем она нужна? На Украине было, появилось изображение Божьей Матери. На стекле. Народ валит со всей Украины. Другие батюшки стали исследовать. Оказывается, таран на стадионе. И там изображение какое-то. Оно проецируется здесь. И священник во время, когда тут люди поклонялись, и он там дал указание. А вы это закройте-ка вот так. И увидите, что изображение исчезает. Он это попробовал. Его следственницы сбросили, щит и убили. Народ привык к этому чуду. Ему нужно чудо. Готовая почва для Антихриста. Священники сегодня в своей деятельности подобным образом готовят приход Антихриста. Не нравится священникам. Вчера я говорю, вижу, батюшку прям буквально корешит. Вы неправильно сказали строго, грубо, о умершем Ставропольском гидионе. Да, Кукин. Я неправильно сказал. Да на суд меня вызывайте. Ни один не дрогнет языком. Ни один пес языка не высунет. Правильно все потому, что. Мои книги вышли уже нынче 10 лет. Но вы можете меня на суд вызвать? Нет, нигде. Ну напишите. К батюшке нашему предстоит. Он говорит, там адрес из конца автора и в начале. Ну напишите. Ни одного пока нету. А почему? Наш архиерей сказал. Вам никогда ничего не сделать. И эти суды, сыгнатья, вы все проиграете. Там все на Слове Божьем. В каждой книге у меня Слово Божье, выдержка из Библии встречается 3000 раз. Здесь на 36 томов вот этой энциклопедии вы не найдете 3000 ссылок на Библию. Такого огромного формата. По 750 страниц книга. А почему? Тот, и которые писали, они были в русле того, что было, а не того, что должно быть. И вот они и следуют, когда кто же сказал о каком там святом, какие-то новые догматы, все это слепили в кучу. Нужно только, говорит, одно. И Христос сказал, нужно одно. Познать Бога. Вот чего только не хватает. Совсем малость осталось. Единственное, что нужно человеку на земле, познать Иисуса Христа, который умер за грехи наши по Писанию. Который зовет нас к спасению. Который дает Духа Святого. Вы будете крещены Духом Святым. Обрещете силы и пойдете свидетельствовать миру. Я батюшку вчера спрашиваю, это ваша машина? Моя машина, похожая на нашу. А для чего вы ее купили? Ну, вы слышали разговор? Такой был? Такой. Ну, для чего тут ездить? Ну, ездить, куда ездить? Ну, куда? Храмы там, к архиерею, на луна природы. Я говорю, мы тоже нынче купили. Вот у нас стоит машина. Это грузопассажирская газель. Под завязку набитая вы видели. Чем? Литература. Мы выезжаем в миссионерские поездки по всей стране. Ну, а у батюшка сразу, ну, какая разница? Вы же тоже ездите. Значит, никакой разницы нет. Кто-то рыбак ходил рыбу рыбачил. В лодку залез. И тот, который поехал проповедовать на острове Мелит, разницы нет. Они на корабле все равно же сидят. Ну, какие рассуждения? Какое состояние батюшки-то здесь? Вы же тоже едете на машине? Да, я еду. Я еду и там лез. Я иду туда, куда мне не надо. Машина куплена не для меня. Я рискую жизнью. Тысячи километров. Подавчера мы больше тысячи проехали в один день. Нам она, машина, это не нужна. У меня ее никогда не было. У меня вообще не было ее. Мы ее купили для благовестия. Ты купил для себя. Ну, сделай то различие. И мы едем, и ты едешь. Пока различие не будет сделано, ну, разум не вернется к нам. Вот эти книги все, они нужны тем, которые любят археологию. Тут много, очень много полезного. По историческому. Исторического, очень много. Но здесь нет того, как жить во Христе, как любить Библию, как идти ее понести по всему миру. То, что мы делаем в России, тысячелетия этого никто никогда не делал. Чтобы собрались люди и теперь несли Слово Божие и больше ничего. А там у нас для всех и для еретиков хватит материалу. Мы рискуем не чем-то, а жизнями. Мы ночуем где-то в поле. Уезжаем не на один день, а на две-три недели. В каждом городе все наши книги оставляем в библиотеках. Идем по домам, раздаем Евангелие. Ну, что у нас тоже... Где тоже? Кого вы хотите обманывать? Вот если сегодня выходить у вас будут открещения, а люди... И мы во дворе, на улице их спросим. Вы не думайте, что все они знают, до чего здесь были. Причины самые обыденные. Ну, чтобы все было нормально. Дальше берут в армию, чтобы живой вернулся в Чечню. Не послали, Чечня помогает. И мы с ними разговаривали, которые люди выходят. И на из пятидесяти ни один не ответил. Встань, крестись, а мой грехи твои. А далее говорит так. И будете мне свидетелями по всему миру, когда человек очищен. А они ничего не знают, эти люди. Нет, они... Батюшка, да нет, люди у нас приходят, они знают. Он не знает паства своей совершенно. И это показать ему, я покажу в первый же день наших занятий, если будет. Но, судя по всему, их не будет. Потому что батюшка считает, что ему нужно реставрировать людей, подремонтировать. А я считаю, что это кладбище воскрешать нужно. А почему? Говорит. И нас, мертвых по преступлениям, мертвых по преступлениям, оживотворил, воскресил во Христе Иисусе. Мы уходим.